В понедельник новое правительство Юрия Ратаса вступило в должность. Первое заседание в доме Стенбака должно было состояться во вторник, но из-за скандала с одним из новоиспеченных министров и его молниеносной отставки правительство собралось только вчера и в усеченном составе. Кто есть кто в новом правительстве? Поговорим с политическим обозревателем у нас в студии Илья Сунделевич. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, мы не можем не затронуть тему Марти Кузика, который 29 часов был министром и потерял это место. Давайте напомним, что случилось. Это длинная история. Это сложные взаимоотношения между прессой, политиками и общественным мнением. Есть несколько точек зрения на то, что произошло. Я сейчас в этой позиции не готов быть судебной инстанцией, которая скажет, вот есть одно абсолютно правильное мнение. Но это был сложный случай, где общество показало, что оно не желает мириться с тем, что называется семейное насилие. В какой степени это было акселерировано именно медиа, это отдельный разговор. То есть вы считаете, что он попал в жернова? Оказался между молотом и наковальней, так сказать? Он оказался. Мы не знаем, в какой степени это справедливо, либо нет, потому что пока нет судебного решения. Но сам факт того, что прокуратура возбудила уголовное дело против него, уже кое о чем говорит. Как сказал по этому поводу премьер-министр Юрий Ратас, напомнил нам, что дыма без огня не бывает. Ну, как написал в своей редакционной статье газеты Арипяев накануне, это наверняка не последняя неприятность от ЭКР. И Арипяев прогнозирует, что скандалы будут продолжаться, и коалиция развалится очень быстро. Уже в конце лета, в начале осени нас ждет союз центристов и реформистов. Что по этому поводу думаете? Это сложный вопрос. Я бы, опять же, не взялся бы прогнозировать, с какой скоростью это произойдет и произойдет ли это вообще. Хотя, понятно, что вероятность такая есть. Тут для меня узловым моментом является то, что, учитывая одно из последних выступлений перед формированием правительства, председателя партии реформ Каи Калас, которая сказала, что она, в принципе, готова уступить пост премьер-министра Юрия Ратасу, когда дело дойдет, теоретически, до обсуждения новой коалиции, опять в этом же составе реформисты и центристы, она ему уже этого поста не даст. И большой вопрос, пойдет ли Юрий Ратас тогда в эту коалицию. Они будут делать до упора все, чтобы сохранить ту коалицию, которая сегодня у нас имеется. Ну, у нас 15 министров, соответственно, по 5 от каждой партии, которая вошла в коалицию. Давайте познакомимся, потому что некоторых министров действительно не знаем ни мы, журналисты, ни народ. Ну, есть старые знакомые, там, например, премьер-министр Юрий Ратас. Ну, человек продолжает работать на своем посту. Министр образования и науки Майли Срепс тоже продолжает работу. Тут тоже все было довольно ожидаемо, наверное. Вот министр экономики и инфраструктуры, таллиннский мэр Тави Ас ушел из городских чиновников на эту должность. Ну, видите ли, человек обладает доказанным опытом управления большими сложными структурами. И он, как бы, вполне квалифицируется на должность министра. Ничего необычного в том, что такой человек получил предложение стать министром, нет. Но тут на прошлой неделе было одно очень любопытное исследование. Значит, фирма «Кантер Эммер» провела социологическое исследование и выяснила у людей, у народа, что они считают, в какой степени кандидаты, тогда еще они были кандидатами, в какой степени они соответствуют должностям министров. Если мы просуммируем одним предложением итог этого исследования, то можно сказать, что министры от партии Экре оказались в четыре раза менее соответствующими своей должности, по мнению народа, чем политики-министры от ИСАМа, и в три раза меньше, чем от партии центристов. Это огромный разрыв. Ни один из политиков от партии Экре, назначенный министром, не получил больше 22% поддержки. У них 22%, 14%, 9%, 9%. То есть вообще не о чем говорить. Понимаете? С точки зрения народа. Давайте продолжим обсуждать центристов. Министр по делам регионов у нас Яакап, которого, в принципе, мы тоже знаем в свое время, он подавал в отставку, потому что попался с остаточным опьянением за рулем. Ну и вот новый министр социальных дел у нас Тан Элькик. Что можно сказать о нем? Достаточно молодой человек. Тем более, что теперь у нас в Министерстве социальных дел будет не два министра, а один. То есть совмещены должности. Да, но здесь большого новшества нету, потому что до 2014 года так оно и было. На самом деле, то, что было два министра, я далеко не уверен, что это было... Эффективно. ...наилучшее административное решение с точки зрения системы управления. Так что пускай будет так, как есть. Что же касается самого нового министра, да, действительно молодой человек, ему всего 30 лет, но он некоторое количество лет провел на очень важной должности, которая называется руководитель бюро премьер-министра. У него нету непосредственного опыта управления, но он все это время присутствовал при процессе принятия важнейших государственных решений. То есть он как бы понимает механику. Когда Евгений Осиновский стал министром здравоохранения и труда, да, у него тоже не было опыта управления большим структурным. Но одно дело присутствовать при решениях, а другое дело принимать эти решения. И нет, руководитель бюро премьер-министра, ближайший к нему человек, у него достаточно большое значение, он имеет в процессе принятия решений. Но Таннеля Кико даже называли архитектором всей нынешней коалиции, что здесь чуть ли не все это придумал. Понимаете, в чем дело? Значит, эти вот фигуры, они важны. Они важны, потому что они понимают, как устроена эта механика, как она работает. Так что тут как раз я бы принял бы эту кандидатуру без больших опасений. Давайте пробежимся по министрам от партии ИСАМа. Министр обороны Юрий Луик. Человек, который говорил, что он в этом правительстве себя не видит, но все же принял вызов и продолжает свою работу на посту Минобороны. И если мы опять вспомним вот это исследование Канта Ремера, о котором я уже говорил, то Юрий Луик получил наибольшее количество баллов. Его поддержка составляла 60%. Ну это понятно, он и до этого был этим министром, и вроде успешно справлялся. Но он не хотел работать в этом правительстве. Ну понимаете, политика ведь вещь такая, да? Значит, сегодня хочешь, завтра не хочешь. Он пошел туда, как мы понимаем, из-за ответственности за то, что будет. Потому что никто же ведь по большому счету не испытывает огромную радость от того, что они работают вместе с ЭКР в одном правительстве. Все прекрасно понимают, что это проблематично. Это прекрасно понимают ИСАМа, это прекрасно понимают центристы. Но коалиция такова, какая она есть, почему она сложилась, это, видимо, отдельный разговор. Хотя бы я здесь, если у нас есть одна минутка времени, сказал бы буквально одно предложение по этому поводу. Все почему-то забывают при этих обсуждениях, что есть еще одна сторона, и эта сторона называется председатель партии реформ. Мне кажется, что во время переговоров, в самом начале, председатель партии, которая набрала исторически наибольшее количество мандатов в парламенте в Ригигогу, 34 мандата, и не сумела, как говорят на российском политическом жаргоне, принудить к миру, принудить к переговорам партию центристов, свидетельствует об ее слабой позиции, о том, что у нее не было достаточно рядом с ней близких людей, советников, которые ее, естественно, сама не умеют, научили бы это сделать. Вернемся к министрам. У нас времени остается мало, а министров еще много. Министра юстиции Раева Аек, наверное, в этом назначении тоже большого сюрприза не было. Человек, имеющий большой опыт на посту руководителя полиции, а также полиции безопасности. Безусловно, тут просто не о чем говорить. Профессионал пришел на пост министра юстиции, занимается тем, чем умеет заниматься, в отличие, собегая вперед, от министра финансов. От министра финансов. А что с министром финансов? А министром финансов у нас, как известно, является Мартин Хельме. И это в первый раз, как мне известно, у нас министр финансов становится человек, который не имеет никакого опыта в финансах, в экономике, в промышленности. Более того, он и не смог вести бизнес, как сообщала пресса. Он в своем мелком бизнесе сделал достаточно много серьезных нарушений, ошибок, привел свою небольшую фирму к банкротству и так далее. Но это уж ладно. Но единственное, на что мы сегодня можем рассчитывать, это на то, что хотя бы один из его советников является, безусловно, серьезным экономистом и один из лучших специалистов в области налоговой политики. Если говорить о его отце, о Марте Хельме, о главе Министерства внутренних дел, он уже успел отметиться несколькими громкими высказываниями, неоднозначными суждениями, касающиеся его сферы ответственности. Чего сказать дальше? Сложный номер. Вот эти два министра, которые, уже будучи министрами, продолжают высказывать, но я бы сказал бы, не очень подходящие для министров высказывания, выражения, которые они используют в своей радиопередаче, которая по воскресеньям выходит в эфир, продолжают это делать, они являются вот тем самым триггером, болевой точкой, которая может повлиять на здоровье этой политической коалиции. Мы не знаем, в чем дело закончится, но он до сегодняшнего дня пока, во всяком случае, свято верит в то, что есть так называемое у нас глубинное государство, под этим он имеет в виду некое незаконное сотрудничество спецслужб некоторых политиков Брюсселя и Газдепа, теория заговора, которые якобы управляют нашим государством и принимают какие-то решения. Но мы еще не знаем двух министров совершенно от партии ЭКРА, это министр окружающей среды Рене Кок и министр сельской жизни Март Ярвик, что можно о них сказать? Немного. Эти люди не занимались управлением крупных экономических структур, один из них является, было в таком случае, мелким предпринимателем, его опыт управления заключается в том, что он был руководителем Рабловской области, вот, значит, какой-то опыт управления у него уже есть, и это уже хорошо. Вот, маленькая фирма, которая занималась арендой прицепов, я не знаю, насколько это адекватно к тому, что это все есть, но по образованию он закончил все-таки так называемую сельхозакадемию, сегодня называется Мау-Лей-Коль, да, так что, в общем, основы какие-то есть, и все зависит от здравого смысла, желания работать, умения учиться и иметь хороших советников. Ну и буквально по одному предложению про трех оставшихся министров, о которых мы поговорить не успели. На пост министра иностранных дел назначен у нас Урмас Рейнсалу от партии ИСАМа. Что скажете? Только практика нам скажет, в какой степени он сумеет разделить влияние внутренней политики на внешнюю. Министр по делам народонаселения Рина Солман, кстати, упраздненный в 2009 году, пост восстановили спустя 10 лет. У нее есть опыт, она специалист в области коммуникации, она заведовала коммуникациями нескольких министерств, она была советником министра обороны, она знает, как устроено государство, как она работает, а дальше опять же все будет зависеть от той политической агенды, которая будет обсуждаться. Министр культуры Теннис Лукас? Человек опытный, был министром просвещения, кстати говоря, в этом исследовании Кантер Эммер по популярности был на втором месте. Спасибо. Илья Санделевич был у нас в гостях, политический обозреватель. Продолжение следует... Продолжение следует...